Всем доброго времени суток! Были люди, которые попросили посмотреть возможность нового витка мобилизации, какого-то усиления данного вопроса и так далее. Усиление призыва, увеличение количества призывников. Дискорд просил рассмотреть этот вопрос. Давайте посмотрим, что на ближайшие пару месяцев. Будут ли какие-то нововведения, будет ли усиление данного мероприятия. Давайте посмотрим, ближайшие пару месяцев. Нет, вы знаете, более того, здесь можно сказать, что есть определенный запас и достаточно хорошо обученный. Здесь будет собрание. Ощущение, что многие представители власти. Вопрос, когда большие дяди будут собираться для того, чтобы менять какие-то положения, которые касаются в том числе школьников. Будет в том числе изменение законодательства, какие-то бумаги, акт законный может быть принят, который будет касаться мальчиков, то есть именно подростков мужского пола и так далее. Начиная со школьного времени и для кого-то, может быть, даже с дошкольного, будут какие-то изменения вноситься, которые будут касаться воспитания мальчика в целом и юридического аспекта данной ситуации. Может быть, какое-то затроение-задвоение взаимодействия между банковской системой, счетами у человека, его, скажем так, подготовкой в плане военного характера действий и так далее. Здесь, смотрите, все-таки речь о том, что здесь просто смена законодательства, вопросы какие-то, введение новинок. Даже три может каких-то решения приниматься очень серьезных. Видите, я колоду про одно спрашиваю, а она про другое говорит. То есть по факту здесь карты вообще говорят о том, что, уважаемая, вы уходите вообще от темы мобилизации. Она не актуальна на сегодняшний день и на ближайшие в том числе пару месяцев. Нет, не актуальна. Более того, здесь есть истории, когда могут возвращаться те, кто были призваны. Но однозначно, вот смотрите, о чем идет здесь речь. Однозначно будет меняться очень сильно то, что касается законодательства и вообще этой темы на уровне юридических каких-то аспектов. Это может быть дольше даже, чем два месяца. Это может быть, ну-ка. Но это может быть до полугода, где эта история. До мая будут, до мая, июня, вот скорее всего, будут еще вноситься какие-то изменения. Но про мобилизацию здесь вот именно не показано какого-то официального обновления. Наоборот, будут, возможно, возвращаться к началу, будут возвращаться те, кто ушли когда-то и на сегодняшний день находятся в зоне различных действий. Вот об этом идет речь. Будут какие-то достаточно серьезные споры, дискуссии, дебаты по поводу того, что будет предлагаться в том числе по обучению военных. Я не знаю, как в военных, скажем так, каких-то училищах сейчас обстоят дела. Знаю об этом достаточно поверхностно. Но, тем не менее, здесь карты говорят о том, что, возможно, даже на уровне обучения будут вноситься большие коррективы и будут сильно меняться условия, которые были раньше. Они будут как раз-таки связаны именно с тем, что касается военного дела, каких-то званий и прочее, и прочее. Сейчас удивимся еще, если вообще какое-то новое звание придумают у нас. Ну, или должности сопряженные напрямую с какими-то званиями. Так что здесь больше про законодательство, здесь больше все-таки про не практические действия, а теорию данного вопроса. Поэтому однозначно увидим какие-то заседания, советы, вынесенные какие-то на базе серьезных совещаний, решения. Вот об этом речь идет. А сам вопрос мобилизации, он постепенно, потихонечку уходит. В прошлое, в том варианте, в котором мы ее привыкли видеть, и в том варианте, в котором она была изначально, когда все началось. То есть такая вот история, друзья. Всем удачи, до встречи, до свидания.